Всем привет! Многие просят разобрать лор того или иного явления в мире SCP, например, отдельной организации или чего-то более общего. Но это и понятно. Чтобы понять суть большинства организаций, нужно прочесть десяток объектов. Но некоторые объекты SCP сами по себе настолько сложные, что их внутренний лор больше некоторых организаций. И кстати, один из таких объектов просят разобрать чаще всего. Это SCP-093, объект из Красного моря. И да, если вы хотите разбор чего-то конкретного, напишите об этом в комментариях. Да и просто что-нибудь напишите, а то статистика канала проседает, а каждый комментарий помогает каналу держаться на плаву. Сразу скажу, что объект написан просто шикарно и читается на одном дыхании. А в этом видео будет множество спойлеров, потому чтобы получить больше удовольствия, лучше, конечно, прочесть самому. Сама эта вещь поначалу кажется достаточно простой. Какая-то древняя каменная шайба, которую, если взять в руки, она начинает жужжать, светиться, да ещё и влиять на настроение человека. В старой версии было только это. И так бы и остался 0.93 фиговины с незмысловатыми свойствами, если бы за него не взялся просто-таки гениальный писатель. То есть я хотел сказать, исследователь неко Крис. И кстати, это тот же человек, который написал о SCP-610, ненавидящую плоть. В общем, оказалось, что если поставить этот объект на зеркало, можно превратить отражающую поверхность в портал в другой мир. Причём место, куда именно открывается портал, зависит от характера и склонностей того, кто ставит артефакт. Подбирая людей с разными темпераментами и жизненным опытом, фонд смог открыть зеркальный портал в пяти разных местах, после чего провёл столько же больших экспедиций в этот мир. Читать о них, кстати, действительно интересно. Загадочность, хоррор, экшен, всего понемногу. Но в итоге удалось собрать не так много информации. А именно, что мир этот представляет из себя постапокалиптическую реальность, в которой явно произошёл какой-то конец света. Что привело к гибели местной цивилизации? Большинство людей, похоже, превратились в призраков, которые видно большую часть времени только на записях с камер. А вокруг расхаживают огромные чудовища, которые выглядят как верхняя часть человека без ног. Монстры перемещаются на руках и превращают своих жертв в непонятной природу вонючую массу. В общем, узнать удалось не так уж и много. Но главное это то, что агенты фонда собрали газеты, различные дневники и местные компьютеры. И самое интересное это, что фонд смог найти документы на этот объект фонда SCP, но из другого мира. То есть этот мир получается как проходной двор посещают из кучи других. А всё благодаря странным артефактам, которые делают из зеркал порталов другие миры. Иногда в эти миры сами и проваливаются. Собственно, так в наш мир SCP-093 и попал. Из этого всего стало ясно, что местная, очень религиозная цивилизация людей, вела войну с переменным успехом с некими нечистыми, которых считала порождением греха и пыталась бороться с ними молитвами и прочими религиозными способами. Ритуалами, включавшими в себя частое использование субстанции под названием его слезы. При этом бросается в глаза какой-то сильный перекос в технологиях этой цивилизации. Например, у них есть мощные компьютеры, но нет приличного оружия. А медицина так вообще где-то на уровне средних веков. Но особенно много из местных газет и источников узнать не удается, так как они по большей части состоят из пропаганды и разных религиозных текстов. Самую полезную и полную информацию об этом странном месте, как ни странно, дал отчёт того самого агента фонда SCP из другой реальности, который также посетил тот мир и записные наблюдения которого удалось захватить фонду из нашего мира. Ну то есть как из нашего. Того, из которого ведётся повествование SCP-093. Короче, сложная у нас тут мультивселенная. Агент этот пишет, что мир SCP-093 когда-то посетило какое-то могущественное иномирное существо, которое, видимо, для лулзов дало местным людям множество разных технологий. В основном всякие полезные машины. Но взамен потребовало употреблять вещество, которое называлось его слёзы. Оно приводило к тому, что, как написано на этикетке упаковок, вымывает грех из нечистых и заставляет их возлюбить его. Однако долго играться в бога у могущественного пришельца не получилось. Потому что некоторые люди превращались под действием этой субстанции не в блаженных верных своему божеству людей, а напротив, настоящих чудовищ, которые начинали разлагать любую органику, просто прикасаясь к ней. Вернее, даже не совсем разлагать. Процесс этот только внешне выглядит как моментальное разложение и затем превращение в слизь. На самом же деле, человеческие жертвы нечистых оказываются заперты в некотором подпространстве и продолжают своё существование подобно призракам, которых видят записывающие устройства типа цифровых камер, но не видят глаз человека. Бродя по миру, нечистые быстро превращают места своего обитания в так называемые бесплодные земли, так как всё живое вокруг становится токсичной слизью. Короче, устраивают вокруг себя фоллаут без всяких там бомб. При этом, ни сами нечистые, ни их жертвы не могут умереть окончательно и так и продолжают вечно ходить по земле. Первые в форме отвратительных чудовищ, вторые как бесплодные привидения. Какое-то время между нечистыми и людьми шла война. Чтобы победить, люди начали использовать ещё больше этих так называемых слёз, чтобы вымыть больше греха. Таким образом, они надеялись избавиться от нечистых, так как верили, что они приходят, пока люди грешат. Но повышенные дозы слёз приводили только к тому, что всё больше людей превращалось в нечистых сами. Они в итоге заполнили весь мир и одержали победу над оставшимися людьми, превратив их в призраков и слизь. Фонд SCP попал в этот мир, когда он уже был полностью уничтожен, и всё его население превращено либо в нечистых, либо в призраков. Но кое-кто посетил его до всех трагических событий. Конечно же, это блистательный лорд Блэквуд. Если не знаете, кто это такое, чем знаменит, ссылка на видео про него есть в описании. Довольно примечательный джентльмен. Блэквуд, попав в этот мир, конечно же, отправился на охоту на этих нечистых. Это же какие трофеи могут быть? Однако даже его знаменитый, дестабилизирующий материю мушкет, не смог убить эту тварь. Да и в целом его затея провалилась, его поймала местная инквизиция. Но благодаря своей безграничной смекалке, Блэквуд смог выдать себя чуть ли не за местного святого, благодаря чему проник в самые страшные тайны этого мира. В целом, описывает он то место, как смесь футуристических технологий с огромными небоскребами, летающими машинами и мощными компьютерами из старого мира 19 века, с работающими в полях примитивными орудиями крестьянами. Видно, что высокие технологии как-то разом свалились на местных жителей и по сути не изменили их уклад. Впрочем, из документов фонда мы даже знаем, почему это так. При этом вся планета захвачена одной страной, той, что вошла в контакт с иномирным существом. Но многие территории уже были заняты ордами нечистых. Во всех традиционных религиях Бог был заменен на упоминание этого существа. А во всех уголках этой страны выстроена жесткая теократия, то есть власть церкви, которая молилась пришельцу и заставляла всех, кто выступал против новой религии или просто совершал преступление, принимать субстанцию под названием его слезы. В небольших количествах слезы действовали неплохо. Они избавляли от негативных эмоций и злых помыслов. Но местные клирикалы требовали использовать их во все больших количествах, что в итоге привело к тому, что людей за какие-то мелкие нарушения бросали плавать в баках с ними на несколько дней. Большая часть людей после этого становились безвольными зомби и рабами, но некоторые превращались в агрессивных, неуязвимых мутантов. Поначалу таких мутантов считали неисправимыми грешниками и выгоняли в различные пустыни и незаселенные горные районы. Их вывозили на железные дороги и просто выбрасывали там, надеясь, что они не выживут. Но они не только не погибали, но и начинали активно впитывать окружающую органику, становясь все больше с каждым поглощенным живым существом. Купание в слезах изменяло саму структуру реальности внутри них, и они превращались в нечто особенное, в нечто, способное одним прикосновением поглотить любое животное или даже человека. Из-за того, что церковь купала в слезах все больше людей, за самые мелкие проступки пустынные регионы стали буквально кишить этими существами, и они в какой-то момент стали нападать на ближайшие города. Дотошный лорд Блэквуд обнаруживает записи о том, что первые нападения нечистых происходили точно в тех местах, где было какое-то недовольство местной церковью. Пока нечистые сохранили относительно человека подобный облик, они были не просто злобными зомби. Большинство из них за новую дозу слез тайно подчинялось местным клерикалам, и те использовали их как оружие против вольнодумцев. Но так продлилось недолго. Чем больше нечистый поглощал людей, тем больше он терял человеческие черты сам. Пока не становился полностью неуправляемым чудовищем, и при этом еще и практически неуязвимым. Неуязвимым для кого угодно, но не для лорда Блэквуда, конечно. Пользуясь своим блистательным умом, он разработал такой вариант слез, который имеет обратный эффект. При помощи него охота Блэквуду на нечистого удалась. Однако эта удача открыла еще более страшную правду об этом мире. Когда нечистый понял, что Блэквуд действительно может его победить, он перестал его атаковать и вообще сопротивляться, а лишь стал покорно ждать конца этой схватки. Когда Блэквуд победил окончательно, причина этого стала ясна. Оказывается, нечистый состоит из тел и умов тех людей, которых он поглотил, которые живут в вечной агонии и мечтают лишь об одном, чтобы это прекратилось. По той же причине крупные нечистые становились неуправляемыми, ведь у них не было какого-то одного разума или личности, а лишь хор страдающих в вечной агонии голосов. Шокированный своим открытием, Блэквуд покинул тот мир, но фонд SCP, посетив его через сотню лет, застал только руины. Из рассказов про Блэквуд не совсем понятно, откуда же тогда брались эти призраки, если жертвы нечистых полностью поглощались ими. Тут уже большой простор для теорий. Можете написать, откуда по-вашему брались призраки в комментариях. Но на этом история мира SCP-093 не заканчивается. После экспедиции фонда туда устремились представители всевозможных организаций из мира SCP. Кто-то в поисках высоких технологий, которыми обладала цивилизация там. Кто-то захотел получить эти самые слезы. Находились и последователь самого Блэквуда, желающий устроить экзотическую охоту. В рассказах упоминается, что, например, Дарк из организации МКИД смог получить записи Блэквуда, из которых понял, как можно преобразовывать слезы в различные другие могущественные алхимические субстанции. Пока таких рассказов немного, но они постепенно появляются. Сеттинг довольно-таки интересный всё-таки. Кстати, сеттинг интересен не только для рассказов, но и для игр. Наверное, было бы даже неплохо, если бы кто-то такую игру сделал. Так вот, оказывается, даже кто-то брался за это. Тот же самый разработчик, который сейчас делает что-то про бесконечную кею. Вот только свою затею с игрой по SCP-093 он бросил. И даже отовсюду поудалял демо-версии. А жаль. Ладно, в общем, пишите, что будем разбирать на тему SCP. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok